Глава города Александр Беглов и спикер парламента Вячеслав Макаров от имени петербуржцев выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Москве. Эта трагедия унесла жизни многих взрослых и детей. До глубины души потрясла всех нас и стала общей болью, говорится в сообщении. На территории Шереметьево, между тем, продолжаются работы и до конца дня должны убрать то, что осталось от самолета Суперджет-100. Александр Чуев продолжит тему. Паника в салоне самолета началась после приземления. Это видно по фрагментам любительских видеозаписей. Спустя сутки материалы появились в соцсетях. Там же пассажиры сообщают друзьям и близким о своем спасении. Так, единственная петербурженка на пострадавшем борту Татьяна Гринберг написала «Я жива». О том, что именно случилось с пассажирским Суперджетом компании Аэрофлот до сих пор неизвестно. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня лично осмотрел место трагедии. Специалисты выдвинули несколько версий происшествия. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лист, проводивших технический осмотр, неисправность самолета, а также неблагоприятные метеоусловия. Истинную причину трагедии назовут после завершения расследования. Тем временем петербургские эксперты обсуждают, как проходила спасательная операция. По мнению заслуженного летчика России Вадима Базыкина, обычно пожарные приступают к тушению еще когда самолет катится по полосе. Пожар, который захватывает и салон со временем, если вовремя его не потушить, то внутри самолета пластик, от которого люди, практически все, наверное, не дожили до боли. Они именно умерли от удушья, потому что это очень неприятный запах, который ведет к потере сознания любого человека. Я это просто ощущал, я это проходил. На месте работают следователи, опрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников погибших. На борту суда находились 78 человек, из них трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Список из 37 выживших опубликован на официальном сайте авиаперевозчика. 41 пассажир погиб. Для установления личности назначены генетические экспертизы. Что меня поразило, понимаете, вот вывод. Вот те, которые здоровые шли, тащили свои чемоданы, они мешали быстрой эвакуации. И вот этих 41 человека не было погибшими. Задержаны и отменены десятки рейсов. Пассажиры российских авиалиний опубликовали петицию на одном из популярных сайтов. Требует прекратить эксплуатацию суперджетов. С начала года это третье происшествие с участием данной модели. Все по техническим причинам. Кроме того, по данным СМИ, суперджеты чаще других типов самолетов простаивают на земле из-за несвывременного снабжения комплектующими. Подписи под петицией поставили более 10 тысяч человек. Также в прессе подвергают сомнению подготовку пилотов. Может, винолётчик, он недоучен в ручном режиме, потому что у нас мало действительно сейчас обучения проходит. Нету такого энтузиазма, как в 30-е годы. Аэроклубов на простых самолётах сразу переучивают, доучивают авиакомпании уже на электронных самолётах. Пилот в оператора превращается. Но это голословное заявление. Впереди изучение данных бортовых самописцев. Следователи изъяли так называемые чёрные ящики. А также записи с видеокамер, аудиоленты переговоров с диспетчерами. Собраны образцы топлива из баков лайнера и заправочной станции. В ближайшие часы обломки планируют убрать со взлётной полосы Шереметьево.